Книга «Открытым оком». Седьмой том. Тема «Богослужение». Вопрос 1945. «Если вы занимались так много материалами Вселенских и Поместных соборов, то что более всего вам не понравилось в них?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Наличие Духа отнюдь не Христово. Это то, что сегодня в господствующей церкви, в Патриархии Московской. Так похоже, как будто слепок оттуда привнесен. Им только власть сломить, чтобы она издала им законы, которые будут поражать в правах всех, кто не с ними». 2 Каимфинам, 3 глава, 17 стих. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Римлянам, 13, 8. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». «В них этот дух коммунистического тоталитаризма, которым они порождены были в пробирках Сталина Берии в 1943 году. Им бы поучиться у императора Константина Язычника». Константин Император, 21 мая. «Всего на собор прибыли с епископами были пресвитеры и дьяконы. Более двух тысяч человек, и одних святителей было 318. Собор открылся в июне 325 года в обширной палате Царского дворца. Скамьи стояли вокруг комнаты для епископов, а посреди стол, на котором лежала книга Священного Писания, как верное свидетельствование истины. Когда все собрались, явился Константин во всем величии своего императорского сана, но без вооруженной стражи, в сопровождении придворных из христиан, облеченной в самые пышные царские одежды, блиставшие золотом и драгоценными камнями. Появление его поразило собрание и особенно тех, из присутствующих на нем, которые, прибыв из дальних стран, никогда не видели ни его царского лица, ни царственного величия. Но и сам он смутился при виде такого собрания славных пастырей Церкви Христовой, среди которых находились строгие подвижники и чудотворцы, исповедники и мученики с обожженными руками и прободенными очами, пострадавшие за веру. Молча, с поникшим взором, подошел он к приготовленному для него золотому креслу и стоя ждал, пока святители не пригласили его сесть. Выслушав затем приветственные благодарные речи Евстафия Антиохийского и историка Евсевия Кисарийского, Константин сам обратился к собранию с речью, в которой выражал свою радость, что видит такое великое собрание отцов и умолял их разрешить миролюбиво спорные вопросы. Кавычки открыты. Берегитесь, говорил он, горьких между вами споров, пусть никто не имеет зависти к явившим особенную мудрость. Достоинство каждого считайте общим достоянием всей Церкви. Высшие и превосходные не смотрите высокомерно на низших. Богу одному ведомо, кто превосходнее. Совершенство редко бывает и надо иметь снисхождение к слабейшим братьям. Мирные согласия дороже всего. Спасая неверующих, помните, что не всякого можно обратить ученым рассуждением. Научение надобно сообразовывать с различными расположениями каждого, подобно врачам, применяющим свои лекарства к различным болезням. Кавычки закрыты. Стихотворение Огонь с небес спаситель обещал. Апостолы, послушные веленью. В Сионской горнице начало всех начал. Отправились в поход, освобождая пленных. Огонь любви и жажда донести. Благую весть рассеянным и дальним. Сначала иудейские собрали колоски. Затем язычников отвежных, отпальных. Им запрещали говорить в оковы. В темницах внутренних в колодах песни пели. Не запечатать уст и нет цепей для слова. Евангелие пишет обращенный Елен. Огонь и кровь отбит в куренье дыма. Все проповедуют, расшатывая троны. Послал нам Бог возлюбленного Сына. И двух апостолов нарек сынами грома. От благовестия евангельских словес. Чего от века уши не слыхали. Обвитый саваном выходит наш мертвец. От ужаса полопались вдруг скалы. Ожившие покойники не спят. Их не упрятать в монастырских кельях. Тираны душат их, как бы слепых котят. Но обрели в них львов, бесстрашных, смелых. Внутри их пламень, рвущийся наружу. На каждом дух пророческий вдвойне. Пустырь заросший, расцветает в стужу. Бойцы Христа не на плотской войне. Огонь, испепеляющий грехи. На место обгорелого младенца тело. И рыб, и рыбаки пошли вдруг в пастухи. К духовным жезлам руки прикипели. Огня сжигающего лень и теплохладность. Усердно попросить и вымолить сегодня. Дабы увидеть все у нас неладно. Такие, как мы есть, но в ледники лишь годны. 2003 год. Игнатий Тихомич Лапкин.